Привет! Меня зовут Ник Уваров, и сегодня я покажу тебе, как делать light back for flat. Существует два способа сделать этот трюк. Первый, наиболее простой, это просто подпрыгнуть и ударить средним пальцем вниз. Тогда доска прокрутится на один кикфлип, ты приземлишь и едешь. Либо более профессиональный, я бы сказал, способ и более стабильный, это подпрыгнуть и уже не вниз ударять доски, а сделать движение, как будто ты делаешь свитч-флип. То есть ты подпрыгиваешь, палец сдвигает сюда, и ты вот так вот делаешь кикфлип. Тогда доска ловится прямо в воздухе, и ты приземляешь, делаешь трюк. Для того, чтобы начать учить этот трюк, тебе потребуется знать две вещи. Первое, это олли, такое, что когда ты подпрыгиваешь, ни один из пальцев не отлипает от доски. Второе, это свитч-кикфлип, чтобы ты знал, как нужно вращать доску средним пальцем. Идея заключается в том, что перед тем, как ты делаешь олли, ты палец ставишь не сюда, как обычно, а вот сюда. Тогда у тебя есть время и место, чтобы закрутить кикфлип задним пальцем. Поэтому, когда ты прыгаешь, ты делаешь олли, фиксируешь доску и вот так ударяешь вниз. У тебя прокручивается, и ты приземляешь. После того, как ты научился этим способом делать, ты можешь продвинуться вперед и делать, как это делают большинство профессиональных скейтбордистов, ну и также фингербордистов, в частности, я так делаю. Опять же, ты можешь пальцы теперь ставить в любой позиции, просто в любой, вот так, вот так, без разницы. Я ставлю вот так, тоже на подушечку стараюсь. Когда ты прыгаешь, вот в эту позицию фиксируешь палец, когда ты подпрыгнул, держишь. Дальше вот так ударяешь, как свичка, флип. То есть прыгаешь, зафиксировал и дальше флип делаешь, вот так. Теперь разберем некоторые ошибки, которые могут у тебя возникать, когда ты учишь этот трюк. Первая ошибка это, когда ты делаешь олли и в максимальной точке подъема правый палец, которым ты щелкаешь, не фиксирует доску вот так, плотно прилегает к доске, а находится на каком-то расстоянии от нее. И ты не можешь, то есть мимо он проскальзывает, ты не можешь закрутить доску, чтобы она сделала флип. Она мимо просто проскальзывает. Чтобы избежать этой ошибки, тебе нужно очень долго просто учить и учить делать олли так, чтобы никакой из пальцев не отлипал, когда ты его делаешь. Вот так. Когда ты этому научишься, тебе достаточно просто будет начать учить лейт-бэк-фут-кик-флип. Вторая ошибка, которая возникает, когда ты учишь лейт-бэк-фут-кик-флип, это то, что ты слишком сильно заносишь доску, Оля, то есть почти вот так 90. Когда ты начинаешь вращать, у тебя может идти на лейт-харды, на лейт-там любой флип просто, который ты закрутишь. Можешь вообще в стенку ее откинуть задним пальцем и все. Поэтому всегда следи, чтобы у тебя доска, когда ты делаешь лейт-бэк-фут-кик-флип, была вот приблизительно вот в таком положении. Конечно, не ровно, а вот чуть-чуть вот так, тогда тебе будет очень просто ее флипануть и приземлить. Да, вот так. Ну, еще, конечно, сначала лучше учиться делать просто лейт-бэк-фут-кик-флип, кикая, ударяя просто вниз пальцем, потому что это достаточно просто, если ты умеешь делать Оля и свич-кик-флип уже. Это достаточно просто будет для начала. А в будущем, когда ты уже очень уверенно научишься делать Оля, ты уже можешь вращать флип именно вот так. Тогда ты уже будешь чувствовать доску очень хорошо и будешь уже как в воздухе, как будто свич-флип делать. Ну, это достаточно сложно, но когда ты этому научишься, лейт-бэк-фут-кик-флип у тебя пойдет намного стабильнее, чем если ты будешь вниз пальцем ударять, потому что такое движение позволяет тебе поймать доску именно в воздухе. А здесь у тебя доска прям сразу вниз идет. Например, не знаю, трюк я на грайн не могу сделать вот так, ударяя, как и фистиком, файл вон и узграем. А если делаю по-нормальному, ну, кешо бы с позой бы нормальный, но если делаю именно движением таким, вбок, как свич-кик-флип, тогда у меня доска именно прям в воздухе, особенно с кикера, очень хорошо прилипает и достаточно хорошо получается этот трюк. Учитесь, ребят!